Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала! Сегодня я покажу, как мы отштукатурили коридор при входе в дом. Итак, дом у нас из газоблока. Мы прогрунтовали стены, штукатурили стены штукатурной смесью Брозокс серого цвета. Опять прогрунтовали и нанесли декоративную штукатурку Караед. Караед можно положить разными способами. Я, наверное, сделаю отдельное видео, какие можно вот эти вот прожилочки сделать на этой штукатурке. То есть можно и, вот видите, вот так сделать Караед. У нас он получился, сейчас я покажу на фотографии. Вот в таком вот виде в коридоре. Вот на этом, в принципе, можно было бы остановиться, потому что окрашивают в два цвета. Допустим, один тон берут, например, темно-коричневый, сверху бежевым покрывают. Или вот как здесь, например, темно-горчичный цвет, и сверху беловатый такой оттенок. И, в принципе, было бы красиво. Но мы пошли дальше. То есть я купила на Озоне два трафарета для декора стен, и мы нанесли на стены рисунок. Вот это вот первая, одна четвертая круга. Вот такой вот трафарет, 0,3 мм, он в толщину, пластиковый, плотный такой. Мы размешали шпатлевку, бергалф на цементной основе. Смесь делаю не жидкой, а густой, так как рисунок на трафаретах крупный. Если бы был рисунок мелкий, я бы сделала пожиже эту смесь. Потому что если рисунок мелкий, то густая смесь сразу забьет вот этот мелкий рисунок, и вам придется трафарет мыть каждый раз после каждого использования. Вот я приложила, я сейчас трафареты не приклеиваю, просто держу рукой, наношу смесь, излишки убираю и снимаю трафарет. Вот такой рисунок у нас получился. То есть я сначала сделала круги в коридоре. При входе в коридор, напротив входной двери у нас будет шкаф-купе, куда будет убираться верхняя одежда, вот обувь. Поэтому противоположную стену от двери мы не декорировали, а декорировали, то есть оставшиеся три стены. Вот, нанесла я круги. Но тоже на этом не остановилась, так как я уже сказала, что я купила второй трафарет и нанесла еще между кругами растительный такой рисунок листья. Ну, сейчас покажу я. Хотя и так очень хорошо. Я вот сколько смотрю, да, на вот эту штукатурку, декоративную короед, она смотрится так хорошо и благородно. То есть у нее получается какая-то поверхность такая бархатистая, вот она смотрится так интересно. Тем более, если ее окрасить в два цвета. То есть, в принципе, там можно ничем и не декорировать, она сама по себе красиво смотрится. Но с декором это, конечно, смотрится вообще, конечно, супер. Стены, видите, мы ремонт сами делаем, без маячков все это. И, в принципе, что декоративная штукатурка, что вот это вот нанесение рисунка, они скрадывают какие-то перепады. То есть можно идеально не выравнивать стены. Ну, естественно, я потом буду это все окрашивать и окрашивать не в один цвет. То есть это будет сложное такое окрашивание. Но это будет чуть позже, потому что мы решили сначала положить штукатурку, да, декоративную на стены, потом выровнять полы. А уже после того, как мы полы выровним, тогда уже окрашивать стены и уже финишное покрытие на пол класть. То есть это или кафельная плитка, или ламинат. Вот такой трафарет я купила. Оказался он не для нанесения декоративной штукатурки, а для нанесения рисунка краской. То есть он где-то 0,1 миллиметр, может быть даже меньше. Не понравилось мне с ним работать. Он мягкий какой-то, гнется весь. В общем, немного тяжеловато было с ним работать. Рисунок очень крупный, все это вот шевелится на этом рисунке. То есть нету вот этой вот жесткости и плотности. Но тоже вот, видите, не приклеиваю трафарет, как я раньше это делала. Я приклеивала с помощью скотча трафарет, либо изоленты, малярного скотча. Теперь я просто держу рукой и наношу декоративную штукатурку. Просто мазками, видите, не ровно, ничего. Потом, потому что я буду убирать излишки и заодно рисунок выровнится. Вот где не выровнится, там я буду уже брать шкурку, да, и шкуркой буду убирать какие-то эти самые недочеты. То есть перед окраской нужно будет, конечно, поработать со всем этим рисунком, все это доделать. Теперь я возьму большой шпатель, уберу излишки. И сниму трафарет сам. Ну вот так весь коридор я забила вот этими листочками. Видите, да, он рисунок такой, что можно один листочек отдельно положить, там, или два отдельно листочков положить. Мне понравилось, в принципе, вот это вот, что его можно разъединить как-то рисунок, да, и отдельными частями положить. Но трафарет мягкий, и мне вот это не понравилось. То есть было с ним сложно работать. Краска под мягкие вот эти вот формы подтекала, затекала, хоть я и делаю ее густой. В общем, немножко сложновато было, но посмотрите, какая красота получилась. Это если еще будет сложное окрашивание, такое вот с выделением рисунка, да, по верху. Будет очень шикарно. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok